Варгейм Рос. Солдатики. История и мобилизм. Варгейм Рос. Здравствуйте. В этом фильме я хочу рассказать вам о Минотавре. Это было чудовище с телом человека и головы быка. Мы погрузимся в мифы древних греков, а потом я расскажу о том, насколько мифы переплетались с реальной историей. Я разделю повествование на две части, чтобы видео не получилось чересчур длинным. Легенда о Минотавре уходит в далекое прошлое. Она дошла до нас в виде древнегреческих мифов, которые друг другу порой сильно противоречат. Начну с географии, той местности, которую описывают мифы. Основные события мифа о Минотавре происходят на острове Крити. Это второй по размерам остров в восточной части Средиземного моря. Он расположен на пересечении торговых путей из Египта, Ближнего Востока и Малой Азии, Балканского полуострова и Ливии. Длину он протянулся на 260 километров, а в ширину от 58 до 12 километров. Согласно мифу, там правил царь Минотавре. Здесь располагался город Кнос, столица островного государства. На севере растирается Ахейская Греция. Нас интересует город Афины, так как он фигурирует в мифе. Он в бронзовом веке был здесь, на скальном холме. Город Мегары был здесь. Поскольку мы будем упоминать в нашем повествовании город Фивы, также я покажу вам, где он находится. Вот здесь. Переместимся на Ближний Восток. Финикия была здесь. Проблема в том, что во времена Минойской цивилизации такой страны и народа еще не существовало. Просто поздние греки в мифах таким словом называли жителей, проживающих на побережье между Сирией и Египтом. Им в голову не приходила мысль, что раньше там жили другие народы. Кстати, если на примитивном корабле той эпохи отплыть с Крита к Нилу, то такое путешествие можно было совершить за 21 день. Перейдем к легендам. Расскажу предысторию мифа о Минотавре. Бог Зевс по своему обыкновению влюбился в девушку знатного рода из Финикии. Ее звали Европа. Обернувшись быком или послав быка, он явился к ней, когда она была на берегу моря. Божество внушило ей, что она должна сесть на быка и плыть на нем по морю. Произошло похищение Европы. Бык привез ее на остров Крит. Зевс явился девушке в виде юноши и вступил с ней в связь, от которой родилось трое сыновей. Их звали Родомант, Царпидон и Минос. После этого Зевс бросил Европу и передал ее царю Астериону, который был бездетен. Тот взял ее в жены и воспитал мальчиков как своих сыновей. После смерти Астериона братья вступили в борьбу за трон. Победил Минос и изгнал братьев с острова. Новый царь был жесток и высокомерен. Он правил Критом из города дворца Кносса. Однажды он попросил бога морей, Пойсидона, показать свое благоволение к Миносу и дать знамение. Пойсидон подарил царю прекрасного белого быка. Божество надеялось, что Минос принесет это великолепное животное в дар богам. Но Минос обманул его ожидания. Вместо подаренного быка царь принес в жертву другого бычка, а белого спрятал. Пойсидон был оскорблен этим и отомстил Миносу. У царя была жена, Пойси Фая. Пойсидон внушил ей сильнейшее сексуальное влечение к быку. Несчастная женщина сходила с ума от страсти. Она обратилась к великому инженеру своей эпохи, дедалу, живущему в Кноссе. Мастер смастерил деревянный макет коровы и поместил его в поле, где пасться бык. Пойси Фая влезла в корову и стала ждать. Бык в конце концов обратил внимание на эту прекрасную корову и вступил с ней в связь. Пойси Фая забеременела от быка. Вскоре родился ребенок с телом человека и головой быка. Ребенка назвали Минотавр. Это буквально переводится как «бык Миноса». Минос простил свою жену, но ребенка побоялся убить, чтобы не навлечь еще большего гнева богов. Он приказал дедалу построить подземный лабиринт. Когда полубык подрос, его туда и заточили. Существо блуждало во мраке по ходам лабиринта и требовало иногда в качестве жертвенной пищи людей. Минос был удачливым воителем и захватил город Мегары и Афины. Видимо, наместником в Афинах Минос оставил своего сына Андрогея. Похоже, что он должен был следить за лояльностью местной знати. В Афинах правил царь Игей. Он вознамерился избавиться от власти минойцев и подстроил так, что на охоте бык убил сына Миноса. В отместку за это Минос стал взымать с покоренных греков дань в виде семи девушек и семи юношей каждые девять лет. Этих несчастных везли на Крит и запирали в подземном лабиринте, где их поедал Минотавр. У царя Игея был сын Тесей. Его мать Эфра и молодой Игей вынуждены были расстаться. Царь не отрекся от сына и завещал ему свой меч и сандалии, которые спрятал под скалой. Со словами, что когда сын сможет ее сдвинуть, то пусть возьмет их и идет ко мне. Тесей рос в доме деда и получил хорошее воспитание. Он был силен и умен. В 16 лет, взяв дары отца, он пошел в Афины. Игей узнал сына по сандалиям и признал его, как раз в это время нужно было отправлять третью дань для Минотавра. Желая доказать отцу и всем окружающим свою силу, Тесей вызвался плыть в качестве жертвы на Крит вместо одного из юношей. Он пообещал отцу убить Минотавра и вернуться из плавания под белым парусом в случае победы. Корабль к Криту шел под траурным черным парусом. Прибыв во дворец к Миносу, Тесей произвел впечатление на его дочь, Ариадну. Видимо, их не сразу отправили на смерть. И молодые люди сумели пообщаться. Ариадна влюбилась в Тесея и решила спасти его. Она была хранительницей ключей от входа в лабиринт. И это важно. Даже если бы афиняне победили Минотавра, то как бы они вообще вышли из лабиринта, если единственный выход закрыт? Все, кто попадал в лабиринт, были обречены либо на голодную смерть, либо их сожрет чудовище. Когда пришло время для принесения жертву Минотавру, Ариадна вручила Тесея волшебный клубок и, видимо, клинок. Зайдя в лабиринт, Тесей привязал конец нити вначале и пошел блуждать в поисках полубока получеловека. Зайдя чудовище, Тесей вступил в бой и победил его. А нить помогла ему и всем афинянам выйти из лабиринта, не заблудившись. Ариадна открыла выход, Тесей вместе они бежали в пристани, сели на корабль и отплыли в Афины, предварительно пробив брежи в минойских кораблях, чтобы пресечь погоню. Узнав о происшествии, Минос принес жертву богу Дионису и попросил помощи. Дионис согласился при условии, что Ариадна станет его женой. На острове Наксос греки решили сделать остановку и пополнить запасы пищи и воды. Там их и настиг бог Дионис. Он забрал Ариадну от Тесея и увез его с собой. Греки поплыли домой. Тесей от горя, что лишился прекрасной девушки, забыл сменить черный парус на белый. Когда корабль подплыл к Афинам, царь стоял на высоком берегу и всматривался вдаль. Он заметил, что возвращается корабль, который возил Дань на Крит, и он плывет под черным парусом. Это значило, что сын погиб. Нигей не выдержал этой новости и, не дожидаясь прибытия корабля, к берегу спрыгнул со скалы в море. Тесей высадился на берег и принес радостную весть о победе над Минотавром. Оплакав смерть Игея, афиняне провозгласили царем Тесея. Впереди его ждало много подвигов и приключений. Миф закончился. Давайте постараемся разобраться, какой была реальная история, послужившая основой для этой легенды. Начнем с похищения Европы. В те далекие времена работорговля процветала. Торговцы зачастую выступали и пиратами, и ловцами рабов. Известны случаи, когда купцы заманивали на корабль покупателей, а потом резко отчаливали от берега, оставляя людей в заложниках. Несчастных продавали на рынках в рабов. Порой в заложники попадали знатные и богатые люди. Их могли обменять на выкуп или перепродать по более высокой цене, чем обычных рабов, так как они могли владеть ремеслами или были обучены грамоте, что всегда ценилось. Так, видимо, и случилось с девушкой по имени Европа. Зайдя на критский корабль за покупками, она попала в плен. Ее отвезли на остров Крит и продали местному богачу. Она родила от него троих сыновей. Правитель в Кноссе по имени Астерион заметил эту женщину, и она ему понравилась. Так или иначе, он взял ее себе в жены и еще признал ее детей своими наследниками. После смерти приемного отца дети вступили в борьбу за власть, из которой вышел победителем Минос. Он стал правителем острова. Тут я не использую титул «царь», так как археологические раскопки и данные историков говорят нам, что царей на Крите могло и не быть вовсе. Откуда мы черпаем знания про древних жителей острова Крит? Они берутся из мифов и сочинений древних греков, данных, археологии и других источников. Древнюю цивилизацию Крита открыл миру англичанин Эванс в 1900 году. Его внимание привлек один из холмов на острове. Начались интенсивные работы, и миру стала открываться доселе неизвестная цивилизация. Это была первая европейская цивилизация, создавшая оригинальную и очень развитую культуру. Посмотрите на место раскопок со спутника. Это остров Крит. Приближаемся еще ближе. Вот здесь был найден так называемый дворец в Кноссе. Это было огромное для своего времени сооружение. Множество ходов, комнат. В центре комплекса находится площадка 54 на 27 метров. Эванс назвал этот комплекс дворцом царя Миноса, так как он был похож на лабиринт из мифа о Минотавре. Сохранилось множество фресок на стенах, и мы можем посмотреть, как в цвете выглядели эти люди. В науке эту цивилизацию принято называть минойцами, то есть подданными царя Миноса. Во дворце был найден даже зал для совещаний. У стены стояли скамьи и трон правителя. В этом комплексе обращают на себя внимание, вот факт, что на фресках, керамике изображены люди на войне и в процессе религиозных шествий и обрядов. Но все они одного размера. Мужчины и женщины не выделяются и изображены равноправными. Нет изображений царя. Сравните с фресками из Египта, того же исторического периода. Фараон и другие представители знати и боги одного роста, а люди намного меньше. Этим подчеркивается статус. Строились огромные храмовые комплексы, где стояли гигантские изображения фараонов. На Крите найдены несколько якобы дворцов, но нет ни одного изображения персоны царя. Нет богатых захоронений, таких как, например, в Микенской Греции. Может, они еще пока не найдены, но как бы там ни было, видимо, царей на острове все же не было. Вполне может быть, что правил островом совет из знати. Видимо, была республиканская форма правления. Поэтому можно предположить, что Минос был полководцем или главой совета старейшим. Минойская цивилизация существовала с 2700 года до н.э. До 1400 года до н.э. Когда жил этот Минос, ученые не знают. Дворец в Кносе был построен в 1700 году до н.э. На руинах более раннего дворца, который был разрушен землетрясением. Обращать на себя внимание, что Миноицы вообще не строили крепостных стен. Дворец просто стоит у берега моря. Так же было и с городами и роскошными усадьбами местных землевладельцев. Местная знать настолько была уверена в своей военной и политической мощи, что не желала тратиться на постройки укреплений. Это резко контрастирует с микенскими греками, знать которых строила по всей Элладе крепости. Видимо, критяне упор в военном деле делали на политику и мощный флот. Миноицы господствовали в своем регионе, а египтяне были их торговыми партнерами и военными союзниками. Этот вопрос я уже разбирал в фильме про Троянскую войну и вооружение микенцев. Так что, кому интересно, посмотрите. Египтяне называли жителей острова Крита Кефтиу. Насколько это название соответствует самоназванию народа, неизвестно. Сохранились глиняные таблички, на которых минойцы делали записи. Эванс назвал их линейное письмо А и линейное письмо Б. Линейное письмо Б было расшифровано, и оно оказалось архаической формой греческого языка. На этом языке говорила и писала знать в позднем минойском периоде, уже перед самой гибелью этой цивилизации. Видимо, греки захватили остров, то есть знать остров была греческой и писала на своем языке, который отличался от языка покоренного населения. Но линейное письмо А так и не было расшифровано. Видимо, это и есть язык древних минойцев. Найдены целые библиотеки с табличками на этом языке, и после расшифровки мир узнает настоящую историю Крита, но пока все это скрыто от нас. Но вернемся к периоду расцвета Крита. Согласно мифу, Минос вел активные боевые действия и захватил город Мегара, а потом Афины. Видимо, в Афинах минойцы оставили править от старого греческого царя Игея. Похоже, что для контроля над ним Минос предстоял своего сына Андрагея. Через какое-то время Игей решил избавиться от опеки островитян и организовал охоту на быка, в ходе которой минойский вельможа был убит или погиб. Афиняне сбросили власть минойцев, но это было временно. В Аттике высадилась карательная армия во главе с Миносом. В город Афины осадили кретяне, но не могли взять его штурмом. Казалось бы, грекам сопутствовал успех, но из-за скученности в Афинах начался голод и мор от болезней. Афиняне, согласно мифам, спросили у оракула, что им делать. И тот предложил им принести четырех афинянок в жертву богам. Афиняне зарезали дочерей спартанца Геокинта, который переселился в их город. Кстати, он был знатного рода. Что тут скажешь? Гостеприимно они поступили. Представьте, какой удар пережил этот человек и его жена, когда всех его дочек на его глазах одну за другой зарезали афиняне. Но эпидемия не прекратилась, как ни странно, и афиняне обратились к оракулу снова. На что получили ответ, что спартанец был не чистокрованным афинянином, а переселенцем, и за это боги не приняли жертву. Хитрые и изворотливые жрецы всегда и найдут отговорку, если их предсказания не сбудутся. Оракул сказал, что для усмирения болезни нужно просить Миноса назначить кару афинянам. Какое своеобразное беспроигрышное предложение. Делать было нечего, и горожане обратились к завевателям с предложением выбрать кару для них. Минус потребовал каждые 9 лет отправлять в качестве дани на Крит 7 девушек и 7 юношей из Афин на съедение Минотавру. То есть пленников пронзили в жертву мужеству. А какая судьба жила этих несчастных на Крите? Попробуем разобраться с этим, но про это поговорим во второй части нашего фильма. Так что подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео и не пропустить их. Ответы на комментарии. Дима Грищенко пишет, что в видео про крылатых кусар и Речи Посполитой слишком затянуто начало ролика, а именно музыкальная вставка, а точнее клип. Тут спорный вопрос. Одним эта часть видео понравилась, а другим нет. Давайте взглянем на статистику видео. Мы видим, что у фильма на ютубе одним из важнейших показателей является удержание аудитории. Посмотрим на статистику нашего видео. Удержание аудитории идет как бы рывками. В самом начале при просмотре видео уходит огромная часть зрителей. Мы видим, что уже на шестой секунде четверть зрителей прекратила просмотр. Они даже еще не поняли, о чем фильм, но уже отключились. Это происходит на всех видео, независимо от того, о чем фильм, если или нет начальная заставка. Далее музыкальную заставку в фильме смотрело от 73 до 42% зрителей. Это очень прилично. При этом часть зрителей начали смотреть фильм с исторической части, минуя лирическое отступление. Мы видим, что удержание резко выросло в той точке до 55% и потом плавно снижается до 50%. Когда в видео мы перешли к моделизму, аудитория с 50% снизилась до 25%. В целом удержание аудитории почти 40%. Возьмем другой наш фильм, например, про выход игры Total War 3. Мы видим, что видео стало смотреть всего 56% зрителей и до ответов на вопросы дошло всего 26%. Общее удержание аудитории составляет 27%. Алгоритмы ютуба считают, что удержание аудитории ниже 33% это плохое видео и его не продвигает автоматически. Вот такая вот статистика. Так что если вы видите, что видео в ютубе посмотрело 10 тысяч человек, то это значит, что как минимум 40-50% зрителей прекратило смотреть его еще в первые 7 секунд. И они даже не поняли, о чем этот фильм, но уже отключились. Собственно говоря, лирическое вступление в видео про гусар позволило удержать аудиторию. И в целом можно сказать, что такая подача материала оказалась более удачной, чем просто историческое повествование. Хотелось бы выразить слова благодарности Гриченко Дмитрию за то, что он предоставил для эксперимента свой микрофон. Звук для этого фильма мы записали с его помощью. Кстати, у него есть свой одноименный канал в ютубе, посвященный спорту, единоборствам, современной музыке, обсуждению популярных молодежи блогеров. При этом все сделано с юмором и не скучно. Так что рекомендую. Ссылку на канал дам в описании к этому видео. Хочу спросить у зрителей, насколько изменилось качество звука, стоит ли приобрести подобный микрофон для нужд нашего канала. Пишите свое мнение в комментариях. Еще немного полезной информации в конце. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok